Приветик всем! Я собирала такую мисочку петрушечки, засолю. Не люблю замороженную зелень, не использую ее. Попробую засолить себе петрушечку, а что такое богатство пропадет, никак нельзя это допустить. Сейчас замочу, помою и оно у меня до утра высохнет. Сушим петрушечку, какая прелесть! Просохла петрушечка за ночь. Будем нарезать. А вот еще такую баночку листиков с черноплодной рябины посушила и будет такой замечательный полезный чаек зимой. Так, нарезала петрушечки. Друзья, получилось у меня нарезанной петрушки 300 грамм. В пол-литровую банку помещается 200 грамм. На каждые 200 грамм зелени кладется 100 грамм соли. Я насыпала и хорошо перемешала. Я люблю свежую петрушку в супики добавлять, по чуть-чуть. Мне и вкус придает, и глаз радует. Только помните, если такую петрушку, ну или любую зелень добавляете в блюдо, то солите меньше в процессе приготовления. Помните, что петрушка соленая, чтобы блюдо не было пересоленным. После этого распределила по банкам. У меня получилась целая баночка. Я ее отнесу в дальний холодильник. И пол баночки. Если петрушечка еще будет, можно будет эту баночку дополнить. И буду уже использовать в пищу. Вот так у меня получилось. Полторы баночки. А это рецепт морковной икры с помидорами. Когда размещу видео с рецептом, ссылку оставлю в описании. Получилось у меня почти 5 литровых банок. И сок яблочно-морковный сварили. Правда, морковки здесь совсем немного. Дэйвон, что тебе надо? Что? Сегодня 11 сентября. Собрала я вот такое ведро помидорчиков. Да сдрысни. И увидела щавель. Ну что, щавель, щавель, щавель. Как раз борщ собралась сварить. Сварю зеленый борщик со свежего щавлика в этом году. Наверное, последний раз. Но у меня еще есть, конечно, консервированный щавель. Но со свежего. И помидорчиков зелененьких пусть доходят. Зелеными хочу еще законсервировать. Так, и покажу. Мы вчера с Игорем целый день консервировали. В 4 утра спать легла. Закрыли вот такую икру. Ой, еще все тепленькое такое. Сейчас назад укрою. Помидоры и морковочка. Попробуем. Первый раз закрывала. Такой напиток из жмыха. Чистейший сок яблочно-морковный. Ну тут морковки почти нет. Напиток-напиток. И вот 4 баночки огонечка. Пятая в холодильнике. Так же самое, как и пятая морковная литровая в холодильнике. И эта пятая пол-литровая в холодильнике. Игорь сегодня пробовал, говорит, вкусно. Я тоже сейчас сварю пюрышки и буду пробовать. Так вкусно пахло всю ночь. Пах этот салатик на весь дом. Красота. Вот это мы целый день вчера. Тут у нас стояли помидоры уже. Надо было их срочно подгнивать же все. Яблоки, груши. И мы это все, в общем, навели порядок. А сегодня хочу еще лечо законсервировать. Уже, правда, сколько? 18.32. Но ничего. А завтра мы едем в лес снова за грибами. Ура! Надеюсь, погодка нас не подведет. Законсервировала еще 2 литровые баночки лечо. Попробовала, научилась. Вот такая вот красота. Жарю семечки. Сто лет не готовила семечки, не жарила. Захотелось. Будем сегодня смаковать. Так, а Игоречек у нас смакует малиновым вареньем. Ох ты! Джем! Какой! Джем, да? Вкусненько! Мамушка, покажи, как тебе вкусненько. Молодец! Так, ну и вот такой урожай. Свеклы. 2022. Негритенок. Мармеладик. Два ящичка несравненной. И непонятной. Садила цилиндр. Вот так вот. Объедимся свеклой. Ну, я хочу и сок сделать, и, скажите, мне замариновать. И еще и заквасить хочу. Так что... Так что вот так. Все. Со свеклой покончено. Всего доброго. Всем успехов. Всем пока.